Пистолет-пулемет Судоева, образца 43 года, он же ППС-43. В игре представлен в четырех различных расцветках. Становится доступным на 11 уровне нашивки штурм с пистолетом-пулеметом и стоит 225 тысяч кредитов. Занимает от 5 до 7 ячейки инвентаря в зависимости от боезапаса. Базовые характеристики следующие. Скорострельность 553 выстрела в минуту, скорость перезарядки 3 секунды, емкость магазина 35 патронов, урон приблизительно 33 единицы на дистанции до 20 метров. Сравним с аналогами. Как мы видим, ППС-43 очень схож по характеристикам с МП-40. Давайте испытаем оружие в бою. Оружие очень удобно в использовании. Целится довольно легко, так как предохранитель мушки не загаражит обзор, а отдача практически отсутствует. Ко всему прочему, ППС-43 весьма стабильна, что позволяет вести огонь даже из положения от бедра. Базовой скорострельности в ближнем бою зачастую не хватает, однако это легко исправить несколькими модификациями, при этом сохранив высокую кучность стрельбы. К тому же большинство необходимых модификаций становится доступным на низких уровнях нашивки, что тоже несомненный плюс. Прокаченное оружие вы получите уже через пару-тройку боев. По своему поведению в бою ППС-43 очень похож на МП-40, что конечно же является плюсом. Советскому Союзу явно не хватало подобного оружия. Поэкспериментировав с различными сборками, я остановился на той, что делает оружие максимально стабильным при высокой скорострельности. Если в жизни ППС-43 был признан лучшим пистолетным пулеметом Второй мировой войны, то в игре он по крайней мере очень к этому близок. На этом у меня все. Своё мнение оставляйте в комментариях, оценивайте видео, подписывайтесь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!